Моцарт, Бах, Глинка, Чайковский. Их произведения постоянно звучат в школе искусств имени Сверидова. Сегодня здесь занимается более 400 детей. Татьяна Калак, 4-й год, учится играть на фортепиано. Пою в хоре, участвую в всяких соревнованиях, сольфеджио, танцы, вокал. Мне нравится, это очень красивые мелодии. Каждый ребенок по-своему талантлив. Главное, чтобы было желание заниматься. А музыкальные способности можно развить, уверены преподаватели школы искусств. Даже если ученик особенный. У меня занимается ребенок-аутист, который, в свою очередь, у него проблемы с речью. То есть он немножко в этом ограничен. Но музыкальные способности у него очень сильно развиты. У него абсолютный слух. То есть, когда он находится в группе с обычными детьми, он, в принципе, не ощущает никаких преград для развития своего. Потому что музыка их всех объединяет, и ему комфортно и удобно. Аутизм или другие проблемы со здоровьем – не препятствие для тех, кто мечтает обучаться музыке. В школе специально оборудованы классы для занятий с особенными детьми. Они отличаются от обычных классов тем, что у них получается контрастная маркировка дверных проемов, визуально-акустическая система, также для слабослышащих, слабовидящих. Для инвалидов-колясочников в кабинетах установлены парты с регулировкой высоты и угла наклона столешницы. Для слабослышащих и инвалидов, которые используют слуховые аппараты, установлены индукционные системы. Они передают сигнал на слуховой аппарат и тем самым усиливают его. Работа по адаптации кабинетов для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжится. В 2019 году будет адаптирован еще один теоретический кабинет музыкально-теоретических дисциплин, а также кабинет индивидуальных занятий. То есть в 2018 году у нас адаптированы два теоретических кабинета, а в 2019 один теоретический и для индивидуальных занятий. Руководство школы убеждено, искусство должно быть доступно для всех. Руслан Утанов, Андрей Бучинский, Новости Губкинского.